всем приветик у нас сегодня опять холодно с утра минус 9 зима все не кончается вы знаете я вам сегодня хотела рассказать может для тех людей кто ищет работу кто думает работать или в америке или в европе да где попало или даже там у себя дома кто думает идти работать вот так как я в семью по семьям я уже работаю достаточно длительное время лет уже наверное 15 и во многих семьях я уже перебывала и вот чтобы как бы найти быстрее может быть работу и если хорошая работа остаться на ней подольше для этого нужно ну может быть какие-то усилия приложить во первых если вы на рандеву это значит на встречу на знакомство они здесь все хотят встречи знакомства посмотреть на тебя значит как вы должны себя предоставить во первых никаких как бы макияжей красочных ярких таких воинственных здесь это не проходит здесь это абсолютно никому не нужно тем более если вы идете работать в семью вы идете работать семью не в бар и вы никого не как бы вы должны показать что вас ничего не интересует в этой семье кроме работы значит вы можете сделать там не подвести глаза или там ресницы но никаких губ накрашенных никаких теней никаких вызывающих причесок все должно быть скромно первое для вас мнение должно сложиться что вы скромная если у вас будут что-то спрашивать вопросы обязательно будут задавать вы должны быть второе это правдивой я по жизни всегда правдивый человек может быть иногда мне трудно с этим потому что я люблю правду я люблю правду как бы и выслушать и высказать рано или поздно какая-то вот такая вот или хитрость или неправда всегда всегда всплывает если вы может быть вы не хотите разговаривать на одну и там из тем лучше скажите что это как бы для меня но неприятная тема я не хочу об этом разговаривать или говорите все так как есть правдивость честность этот залог вашем вашей как бы работы что вы останетесь вас если вы будете правдивы всегда будут знать что вы не 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 лгуния и что вы говорите правду даже когда у вас будут спрашивать о детях если вы уже будете работать сколько они съели сколько они какали и как они как или вы должны все сказать по-честному если вас спросят поливали ли вы сегодня вот эти цветы то вы должны сказать поливала если поливали если не поливали скажите лучше что не поливали лучше признаться по-честному потому что все потом все равно вылазит и вот такие вот как бы мелочи накапливается и вы можете просто расстаться с работой второе я уже не говорю опрятность в доме опрятность если вы будете водить и возить детей на машине машина должна быть тоже всегда в порядке чистое и опрятное во всем опрятность разгильдяйство расхлябанность какая-то вот такая как бы ненужно никому здесь вот какое-то такое отношение расхлябанное к работе здесь не проходит здесь нужно все чтобы было чики-пуки конечно же вы должны быть каждый день чистая причёсанная и аккуратная губы красить не обязательно одежду желательно менять может быть это я говорю уже вещи такие которые все уже знают но как бы здесь еще раз это подчеркивается если может быть дома вы как бы себе как бы разрешали одеть вещь там пару раз здесь каждый день должна быть другая вещь иначе вас просят вы что не ночевали дома может быть и такое потом что еще если вы идете работать в семью вы уже как бы приняли то что вы идете работать семью вы идете работать или няне или по уборкам на готовке на что бы то ни было вы идете как помощница вы не идете как начальник кем бы вы ни работали в банках кем бы вы ни работали не профессорами кем бы вы ни были вы не должны щеголять чинами если вы работали в банке вы пришли в семью не считать их не деньги вы пришли делать то дело что от вас хотят и щегольство тут никому не нужно и вы пришли няне и работайте няней свои банковские там или еще какие-то понты можете забыть здесь это не нужно может быть со временем когда вы в семье уже проработаетесь можете потом что-то такое там это я не знаю здесь все умеют считать свои деньги все следующий я уже не помню какой по номеру фактор не лезть в личные дела я если мне хотят рассказать что-то я обязательно выслушаю но я никогда в своей жизни не посмела спросить там как у тебя дела на личном фронте или что твой муж там сегодня не в настроении это не ваше дело хорошем он настроение в плохом муж это для вас табу чужой муж это табу для всех вы должны знать сугубо свое дело если вы хотите прийти и как бы как нормальный человек спросите просто как дела как дети если они были больные обязательно спросите как они спали и и как они ели если детям хуже может быть там я не знаю врача может они вам скажут что нужно будет или какую-то диету что-то которое связывает вас с вашей работой но совсем не те вещи которые вам знать не обязательно потому что есть некоторые люди а такие люди если я это знаю которые любят сунуть свой нос не туда куда надо и и такие люди поверьте мне долго не задерживаются на работах и это я тоже уже знаю еще один немаловажный фактор не советовать не лезь со своими советами если вас не просят не надо вам говорить идите ребенка к врачу или лечите ребенка или вам нужно купить я не знаю машину или вам нужно что-то купить не надо советовать если у вас спросят совета вы можете сказать свое мнение но как у нас люди любят а наши люди любят потому что я вижу и знаю всегда любят сказать то что они считают за нужным здесь это никому не нужно каждый вы работаете в семьях сформировавшихся сформировавшихся уже как бы взрослых людей и эти люди уже считают что если они отделились от родителей то советы тем более чужих людей им не нужны и они к этим советам всегда безразличны одно дело если вы посоветовать и посоветуете что-то дельное на другое дело если вы будете с этими советами лезть всегда это тоже никому не нравится еще один фактор который вам всегда пригодится если вас попросят что-то или выйти на выходных поработать или остаться попозже нужного времени или прийти раньше как бы заданного времени всегда привычного времени никогда не отказывайте это вам пойдет всегда только на пользу и вы еще более укоренитесь в этой семье они поймут что и у них есть няня так который их не подведет они не будут искать другого человека если вы у них уже есть потому что другой раз я понимаю иногда даже в ущерб себе нужно остаться хотите вы даже побыть со своей семьей потому что здесь очень мало времени предоставляется своим семьям очень мало но если у вас хорошая работа и если вы ей дорожите отвечайте на просьбы положительно и если вы один раз откажете если вы второй раз откажете они просто найдут такую женщину которая отказывать не будет и таких женщин здесь поверьте мне полно полно старайтесь угодить о том что здесь как бы пользуется большим спросом котируется не пьющие и не курящие я думаю как и везде говорить не надо если вы не курите не пьете это большой плюс старайтесь если уже у за вами водится такой грешок старайтесь не проводить много времени за курением потому что это это падает в глаза потому что это видят и соседи где вы будете курить на бэк-ярде это и запах по дому это запах от вас и значит запах от детей потому что вы сидите возле детей и я думаю что это опять же это минус если вы вот этим занимаетесь это минус лучше бросайте потому что здесь еще и сигареты очень дорого это все идет вам ваш кожелёк минус чтобы больше пустить корни в семью в эту обстановку где вам нравится где вы видите что вы приживете люди хорошие дети неплохие старайтесь как бы их на свою сторону перекрутить пере как бы перетянуть чем догольна выдумки хитра если вы имеете что-то вкусненькое готовить приготовьте что-то вкусненькое домашнее из магазина не стоит брать потому что из магазина они сами могут купить если вы идете в семью где нужна няня значит у них есть деньги они могут себе купить все что они хотят себе и своим детям попробуйте их привлечь какими-то вкусняшками домашними домашние вкусняшки здесь нравится всем особенно нашим как бы ну я имею ввиду семьям выходцам из бывшего советского союза с американцами будет сложнее но вы всегда можете предложить им какое-то вот блюдо которое домашние нашей кухни и если им понравится это будет вам плюс не понравится минуса не будет но они будут знать что вы предложили что вы не жадина что вы как бы щедрый человек который там я не знаю не полезет карман незачем это будет вам еще один плюс и чтобы вы во всем этом укрепились и чтобы все это поняли я уже наверное все рассказала что хотела потому что я даже записала все это чтобы не забыть потому что действительно я как бы уже имею какой-то опыт в этом и же хочу чтобы всем людям которые достойны вот таких работ достойны хороших семей что всем было хорошо а те люди которые приходят на канал и пишут гадости тем точно нянями не быть потому что гадости здесь никому не нужны здесь нужны воспитанные нормальные культурные люди которые научат чему-то их них детей и будут себя вести адекватно везде которые не будут подымать шум и скандалы в семьях которые доверяют их и как бы пускает свой дом так что будьте внимательны будьте всегда как бы я не знаю как по-русски по украински доброзаич лови будьте воспитанными будьте приятными с которыми приятно всегда заговорить и будьте всегда улыбчатыми и делайте себя и свое окружение вокруг себя счастливыми и все тогда у вас будет хорошо и обязательно получится все всем пока бай-бай хорошего дня и настроения пока